Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В гостях у меня сегодня Екатерина Протасова, Аделя Семерякова, студентки РГУ имени Есенина. Девчонки, здравствуйте! Здравствуйте! А вот помимо того, что вы учитесь в РГУ, вы еще и представители педагогического отряда «Синяя птица». Что это за отряд такой? Наш отряд существует уже очень давно, и в следующем году у нас юбилейный год. С чего начинается вообще педагогический отряд, и как люди в нашем ВУЗе становятся вожатыми? Безусловно, нужна какая-то подготовка, и мы от Управления учебно-воспитательной и социокультурной деятельности организовали школу вожатых, которая состоит из нескольких ступеней. Первый год ребята учатся и получают знания в области педагогики летнего отдыха детей, то есть становятся непосредственно вожатыми. Второй год они могут продолжить обучение, стать уже аниматорами. Я уже много лет, можно сказать, в этой деятельности, уже четвертый год, и, наверное, еще не скоро из нее собираюсь уходить. Вот, может быть, Аделя еще расскажет про то, как проходит наше занятие. Ну да, на самом деле, наш педагогический отряд – это замечательная возможность проявить себя как вожатого, и мы занимаемся различными родными деятельностями и подготовки вожатых. Я лично отучилась только первый курс, то есть первый год обучения в педагогическом отряде нашей школе вожатых, но дальше я собираюсь тоже продолжить обучение, стать аниматором и впоследствии продвигаться вверх по этой стезе. И наш педагогический отряд еще хорош тем, что можно действительно продвигаться и расширять географию работы своей, то есть работа не только в лагерях Рязанской области, но и всей России, может, даже где-нибудь за рубежом. Вот Катя расскажет о географии, я так думаю. На самом деле, этим летом у нас большие планы, мы работаем и в родном регионе, безусловно, считаем, что это очень важно. У нас очень большая потребность вожатых в Рязанской области, это лагеря Озерный, Лучезарный, Солнечный, непосредственной близости Солочи, Мещера. Также, безусловно, мы не оставляем лагеря Краснодарского края, уже много лет работаем там. В этом году нас ждут лагеря Энергетик в поселке Суко и Жемчужина России в курортном городе Анапа. Наши заграничные поездки, так интересно, что совсем недавно Крым был за границей, мы отправляли туда ребят со словами, что вы едете в другое государство, в другую страну, в лагерь Нахимовец. А также нас гостеприимно встречают лагеря Болгарии, острова Мальты и острова Кипр. Сама лечу этим летом работать именно туда. Здорово. А вот откуда вообще такое желание появилось быть вожатыми в детстве? Наверное, тоже в лагерях отдыхали? На самом деле, да. Мое детство прошло каждое лето в лагере, я ездила на все три смены, иногда, может быть, даже на четыре, когда только уже четыре смены появились. И лагерь – это такой отдельный мир для ребенка, там ребенок развивается и находится под контролем родителей, находится, опять-таки, под присмотром других взрослых людей. И при этом он самостоятельный, и в то же время есть возможность как-то развиваться, проявлять себя и в социальной сфере, и просто развиваться там, какие-то кружки, я не знаю, еще как-то проявлять себя. На самом деле, это основная задача вожатого – создать для ребенка ситуацию успеха, чтобы он уехал из лагеря полностью довольный не только тем, как прошла смена, как было интересно, что он нашел друзей, с которыми, возможно, будет общаться в будущем, но и что он нашел самого себя, может быть, открыл новый талант или какую-то новую сторону своего характера. И как раз от вожатых зависит, то будет ли ребенок хотеть поехать еще раз в лагерь даже после 18 лет. И для этого как раз-таки существует профессия вожатого, когда можно поехать в лагерь и снова почувствовать себя ребенком, отдыхать и в то же время как-то работать в учебно-спитательной деятельности, проявлять себя как учителем, быть другом для ребенка. И впоследствии, возможно, даже поможет в воспитании собственных детей. Вот так считаем. Ну вот смотрите, вот на самом деле дети – это в любом случае огромная ответственность, да, вот тем более, когда все это происходит летом, опять же, они боятся. Мы не все юридическую ответственность за детей. То есть как? Вот не страшно вам самим? На самом деле, все зависит от подготовки. У нас в РГУ школе вожатых полный спектр того, что должен знать вожатый перед тем, как поехать в лагерь. И мы не просто, можно сказать, да, кидаем людей в ситуацию, можно сказать, экстремальную, когда у тебя 40 человек детей, ты что-то должен с ними делать, чем-то их занять. Мы полностью готовим. У нас есть курс лекций, в том числе и по медицине мы объясняем, как показать первую медицинскую помощь. И по итогам школ вожатых мы всегда организуем для ребят инструктивный методический выезд. У нас есть не только работа в плане вожатства, но также мы занимаемся волонтерской деятельностью. У нас есть подшефтное учреждение, например, туберкулезный санаторий, который находится в Саочи, где дети находятся, по сути, круглый год. Часто это дети из интернатных учреждений, и к ним редко приезжают родители или родственники для того, чтобы навестить. И жизнь там, ну, нельзя назвать ее веселой, интересной, они учатся, ходят в школу, и мы пытаемся разнообразить их досуг. Мы приезжаем с какими-то аниматорскими программами, возможно, мастер-классами. Просто провести с ребенком пару часов, полепить с ним какие-то игрушки, сделать интересные прически, и для ребят это на самом деле очень-очень ценно. Дети в лагерях, они же разного возраста, да? Вот с какими проще всего, может быть, с какими интереснее всего? Ну, я считаю, что это индивидуально. Это индивидуально, во-первых. А во-вторых, нет такого понятия проще. Со всеми ребятами бывает одинаково сложно, одинаково просто. Главное найти подход к любому ребенку и знать, что хочет ребенок, и, может быть, у него какие-то проблемы, как-то вот он не может себя проявить, и обязательно нужно помочь этому ребенку. Это и есть основная задача вожатого – организовать отдых полноценный для ребенка. Причем дети бывают не только из, ну, можно, если можно так сказать, обычных семей. Часто это бывают дети особой группы, например, дети из интернатов. Это совсем другая. Или неблагополучных семей. Да, это уже совсем другая категория, и с ними, конечно, работать очень тяжело. Но мы тоже учимся, у нас уже, можно сказать, большой опыт. Например, совсем недавно Рыбинская школа-интернат подключила нас к организации специального лагеря для выпускников интернатных учреждений нашей области. То есть три дня дети на базе лагеря «Солнечного» проходили различные тренинги, мастер-классы, в том числе от нас, получали различные интересные мероприятия, которые способствовали их социализации, с одной стороны. То есть это, опять-таки, очень закрытые коллективы, да. Дети постоянно видят и тех же людей, когда они видят кого-то нового в новом окружении. Для них это большой опыт. И все те мероприятия, которые были подготовлены, безусловно, открывали им глаза на то, что их ждет в будущем. А это большая помощь. И мы считаем, для нас это тоже был большой опыт, потому что мы, наконец-то, получили непосредственный опыт на практике, как с такими ребятами можно общаться и легко находить общий язык. Вот, по сути, вы все лето работаете вожатыми. Сильно как устаете или отдыхаете? Ну, то есть я имею в виду, где-нибудь в другом месте, другим образом, способом, хочется потом отдохнуть. Ну, на самом деле... Мы работаем не все лето, потому что у нас есть еще сессия, которую нужно сдать в нашем медицинском государственном университете. Вот, и мы работаем только несколько смен, ну, одну или две по возможности. Это мы о себе говорим. Безусловно, есть люди. Да, но многие ребята, да. На самом деле, вожатство – это в какой-то степени болезнь. Ты настолько этим заражаешься и настолько пропитываешься, что... Трудно уехать из лагеря. Очень трудно с этим расставаться. И даже понимая, что, да, вот сейчас я учусь на первом курсе магистратуры, и следующий год, можно сказать, финальный год моего обучения в РГУ, все, уже дальше ничего нет. И очень трудно понимать, что из-под отряда придется уходить. Видите, у нас вот много ребят в этом году, пятикурсники, можно сказать, с ним распрощались, потому что кого-то ждет летом свадьба, кто-то уезжает работать в другой город, и они понимают, что уже не будет такой возможности вырваться летом, когда у самих две недели отпуска, да, а смена длится 21 день. И искренние слезы на глазах – это подтверждение того, что для ребят это больше, чем работа. И это, наверное, призвание. Ну, и слез детей перед отъездом, которые говорят, не уезжайте, вожатые, мы будем скучать, по-моему, это тоже, безусловно, самое ценное, самая лучшая плата за наш труд. Ну что ж, девчонки, спасибо вам за вот такую интересную беседу. Спасибо большое. И удачи вам в этом, в принципе, я бы сказала, что все-таки нелегком деле. Спасибо большое. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня были студентки РГУ имени Есенина, Екатерина Протасова и Аделя Семерякова. В эфире программа «7 минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова